Друзья, с кайфом лайкну первые 100 комментариев. Черканите что-нибудь там. Ну что, друзья, всем шалом, с вами я, Пандос Фиксович, и сегодня в этом ролике вы увидите абсолютно все паки, которые я открывал на ТОЦы Бундеслиге. В последнее время, как вы видите, я не выпускаю какие-то по коппинги, разбросанными кусками, а делаю просто отчет за всю неделю, которую, собственно, я потратил на поиски ТОЦ карточек. Так было, собственно, с АПЛ, так было с Ла Лигой, и вот Бундеслига. Кто-то скажет, что она скучненькая, но я так не скажу, ребята. Посмотрите, какие красавчики имеются в этой команде. Дроп у меня получился отличный, как обычно. Также вас ждет легенда, которую я собрал. Собственно, не буду дальше спойлерить. Вы увидите сами все на протяжении видеоролика. Ну и все, вот и на все. Мне осталось вас попросить поставить лайк. Неужели для вас сложно? Я думаю, нет. И оставить какой-нибудь классный комментарий. Комментарий лайковый, интересный, поэтому давайте что-нибудь черканите. Ну и, собственно, пишите, нравится ли вам такой формат или нет. Когда я не выпускаю отдельный по коппингу, я просто делаю один большой отчет за ТОЦ неделю. Все. Дальше увидите все мои боксы, которые я открывал на протяжении этой самой недели. Ну и перед тем, как мы продолжим, ребята, напомню вам о своих спонсорах из компании OneX. Допустим, в ближайшее время пройдет вот этот вот матч. Можете зарядить на него ставочку. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Или же можете просто перейти по моему QR-коду. Регистрация в один клик без паспорта. Выплаты практически на все платежные системы. А если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт PandaCoin. К вашим услугам ссылка будет в описании. К слову, охота на бундестоцов началась у меня не очень удачно. Сначала я открываю пик 83+, ловлю там Мануэля Нойера. Он упадет нам не раз. Вы сами понимаете, галкиперы сыпятся абсолютно всем. Ну и пять игроков из Бундеслиги также не увенчались успехом. Поймал я полнейший шлаг. Ну что, друзья, прошло несколько часов. Яшники завезли нам контента. Это, в первую очередь, пики из 80+, игрока Бундеслиги. Давайте его сразу же вскроем. И два гарантированных ТОЦа. Давайте, как обычно, не без помощи лица акулы, постараемся сохранить себе интрижку. Следующая карта посередочке. О, это ТОЦ! Это ТОЦ, ребята, пожалуйста, будь каким-нибудь топчиком. Я тебя молю. Скорее всего, это какой-нибудь СПшник. Не очень кайфовый. Угу. Удары. Девяносто три. Так, подождите. Мюллер? Реально Мюллер? Скорость? Девяносто. Слабая нога четыре. Финты четыре. А, Сабицлер, наверное. Давайте все смотреть. Раз, два, три. И это... А, нет, это Мюллер. А, ему финты дали. Нихуя. Нет, слушайте, это годная карточка. В принципе, я доволен. Окей, хорошо, я доволен. Учитывая, что это всего лишь 85+. Плюс тут бывает и без ТОЦов даже. Так, ТОЦ Лига Носри. Португалия ЦП. Порту. Который Вентус похоронил, да? Да, это он. 89-й рейтинг. Сергио Оливьера. Возможно, кому-то больно будет смотреть, но сюда у меня отлетает Прайм Замброта. Я уже понимаю, кто это. Теперь надо думать, куда влить Нойра. 95-й рейтинг как бы на дороге не валяется. Друзья, кажется, я вам уже говорил о том, что у меня слишком много свободного времени. Элита в Squad Battles. И вы знаете, для чего? Вот просто предположите. Для чего? Во-первых, да, я выбил токены. Во-вторых, я забрал себе корону. Очень круто выглядит карточка, учитывая, что она бесплатная практически на все позиции. Ну и, во-вторых, я забрал себе вот это вот Амири. Стоит ли это десятки отыгранных матчей? Ну, хз. На прошлой неделе я сыграл вроде 20-ку матчей Squad Battles, на этой неделе 25 уже сыгранных матчей. Я раньше не верил в существование таких людей, а по итогу этим человеком оказался я. Ну что, ребята, прошло 5000 миллионов лет и отправляю финальную сборочку на Кумира 91+. Да, это не целесообразно, если смотреть на то, сколько говна там может упасть. Но я делаю контент. Ну и, собственно, смотрим, ребята. Просто молимся, чтобы это была годная карточка. Физуха. Физуха очень важна. 68. Так, что может быть с Физухой 68 и при этом желательно хорошая? Да, блядь, наверное, ничего. Я уже в Телетухе. 68 Физуха. Ну, пест вряд ли быть. Окей, дриблинг. Очень важный показатель. Прям невероятно важный показатель. 92. Хороший дриблинг. Хороший. Но ни о чем мне это пока что не говорит. Блядь, это может быть Пирло? Я не помню. Я не помню у Пирло какой деф. Ну, вроде больше, чем 41. Нет. Все. Отбрось итальянцев. Не итальянец. Не итальянец. Это не итальянец. Передача 80. 90 удары. Ну, не сказать, что предел мечтаний. То есть, видали удары покруче. Но в целом пока что ожидания у меня скептические. Скажу честно. Смотрим по Исуху. По Исуха. 94. Вау. А вот это вот уже, ребята, намекает на то, что это скорее всего бутра генива. Я более чем уверен. Я вот хату ставлю, что это бутра. Потому что по статам очень даже подходит. 5 звезд. Это приятно. Но финты троечка. Вы уж меня простите. Это вообще лютое дерьмо. Блин, ну бутра генива. Я не знаю. Что-то как-то в последнее время мне крайне не везет с кумирами. К слову, последний раз везло с Роналдиньо. А это было очень-очень давно. Ну и переходя к нашим друзьям из OneX, ребята, не забывайте про мой промокод. Он поможет вам на старте. Ну что, друзья, прошел еще один день. Контент продолжается. Яшники завезли снова улучшение на Бундеслигу 83+. И снова дали гарантированного ТОЦа. Чему я был удивлен. Давайте, сначала я хочу открыть 5 наборов 83+. Просто смотрим, будет ТОЦ или нет. Потому что до этого я открывал, мне ТОЦа не завезли. ТОЦ есть? Хорошо. Так, ну и давайте смотреть. Физика 82. Это Баку. Да, это Баку. Тут даже никакой интриги не получилось. Да еб твою мать, самый дешевый ТОЦ. Ну и надежда на гарантированного ТОЦа из Бундеслиги. Давай. Кимих, Горецко, Ливандовский, Санчо. Это вот тот лист игроков, который я хочу видеть. Томас Мюллер. Блядь, он у меня уже имеется. Ну твою мать. Ну Томас. Я, конечно, тебе рад, но что с тобой делать, я пока не знаю. Да, не такого я ожидал. Ну что, друзья, доброе утро. Очередной день. Очередные пакцы. На этот раз у нас за Викенд Лигу. Как обычно, по стандарту открываю сначала награды за Дивижн Райвелс. Если что-нибудь прикольное упадет, вы об этом узнаете. Последний пак с Дивижн Райвелс. Будет ли волкаут? Волкаут, на удивление, есть. И это ТОЦ? Да, это ТОЦ, ребята. Кто? Я долго пытался понять, что это за чел. Так и не понял. А это какой-то говнарь. Ну и, собственно, награды за Фуд Чемпионс. На этот раз всего лишь золота 2. Но все мы знаем, что топовые игроки могут падать вообще с любых рангов. Поэтому давайте посмотрим, что же нам дропнется из 4 пиков. Давайте, Лео Месси, помоги нам. 90. Гримальдо. Ну, карточка прикольная. Но как линковать я ее не знаю. Поэтому дроп не вау. Вторая карта. Смотрим. По чуть-чуть, по чуть-чуть. 89. Ну, это... Вот этот же хер, который только что у меня падал. Отлично. Пока что 2 португальца из 4 пиков. Что же нас ждет дальше? 95. Сука, я увидел рейтинг. На секундочку. На секундочку поверил, что это может быть Горецко. Все 4 карточки. Но это прям вообще пасос. Я тут даже не знаю, кого брать. Окей. Давайте. Второй пик. Надеюсь, он будет немного получше хотя бы. Начнем с последнего пика на этот раз. Кто же там? Кто же там? О! Отлично! Дэвис, ребята. А вот это вот уже хорошая карточка, которую даже можно как-то залинковать в основу. 500 тысяч стоит этот красавчик. Хорошо. Я более чем доволен. Типа золото 2. Большего я и не ожидал. Первая карточка. Смотрим на нее. 95. Снова Нойер. Да ты заебал, бля. Ты реально заебал. Почему эти голкиперы постоянно падают? Ладно. Вторая карта. 92. За Битцлер. Статы прикольные, но... Сами понимаем, что он стоит не очень. Ну, слушайте, ребята. Я более чем доволен. Тут я беру однозначно Дэвиса. Как-нибудь его заиграть стоит попробовать. Ну, награды в пакцах тут вообще смешные. Поэтому я более чем уверен, что ничего не поймаю. Ну и опять верим в чудо последнего пака. Да. Последний пак снова зарешал. Есть Волкивид, Шотландия, ЛЗ. Блядь, я на секунду подумал. Может быть, Далглиш? Может, я что-то там не доглядел? Легенда. Да, но нет, это Робертсон, Ройс. Ну, слушайте, неплохой пак, учитывая, опять же, что это ранг всего лишь золота 2. Ну и, в общем-то, с этими ТОЦами Бундус Тима моя немного преобразовалась. Места для всех даже не хватает. Посмотрите. У меня ни одного ЦЗшника нет, но куча крайних, которые как-то вот так вот несуразно стоят по разным позициям. За Вомангитуку я уже успел отыграть два матча в дивизионах и несколько матчей в товарках. Очень годная карточка, если там еще по таймингу все осталось, то советую собрать. А Мири тоже окей пацан, 5 звезд на финтах, бегает, отборы делает. За Томаса Мюллера тоже в товарках играл в целом. Карточка окей, но дриблинг вот это то, что всегда было минусом этой карточки, потому что он под метр 90, ну и сами понимаете. Русильона недавно забрал тоже в заданиях, три матча отыграл, в целом карточка окей. Ну и на кой хер, не знаю, но я решил собрать себе Костича. Статы прикольные, где-нибудь на центральном полузащитнике заиграть самое то. Казалось бы, уже столько времени прошло, я до сих пор кайфую, играя даже вот какими-то тематическими составами. Вы сами видите, я даже не отдаю карточки, которые казалось бы бесполезны, ну типа в рамках FIFA, но которые ты не сможешь потом купить, так скажем, на трансферном рынке, как вот этот вот парень, как тот же Гиндези, который в свое время был в заданиях, Форсберга собирал, Адамса взял. Ну короче, вы понимаете, к чему я иду, я как старая бабка, которая всякий хлам в квартиру приносит и не хочет выкидывать. Ну и пишите в комментариях, что думаете, оставляйте лайкусики, если вам понравилось это видео, и собственно ждем серию А получается, там может быть Криштиан Орнандо к нам заедет, тогда и повеселимся. С вами был я, Пандос Фиксович, и всем хорошего настроения, чао-какао. Ну и серия А, как вы понимаете, уже в игре, начинаю свою охоту на Криштиану Роналду, очень нравится по статам Лукаку, Мертенс, Заки, Себу, я еще поиграл Мюррель, прикольно выглядит, Эрнандос топовый защитник, ну Куадрадо, Соусова, а в остальном, конечно, остальные карточки не очень интересные.